В Иванове состоялась презентация архива Андрея Тарковского. Рукописные тексты и машинописные материалы были приобретены на аукционе «Сотбис». В экспозиции областного художественного музея представлены документы, которые по сути своей являются свидетельством кропотливой работы кинорежиссера. Это не собственно предметы искусства, а лишь то, что предшествовало появлению киношедевров. Режиссерские наметки, правки от руки, многочисленные аудиозаписи и служебные документы. Этот корпус документов сложился под влиянием одного серьезного факта. Это написание книги, которая известна сначала как книга сопоставлений, а затем получила массовую известность как «Запечатленное время». То есть по сути это такой творческий, кинематографический манифест художника Тарковского. И собственно говоря, вот эти документы так или иначе связаны с этим процессом. Над книгой «Запечатленное время» Андрей Тарковский работал более 20 лет. На ее страницах нашли отражение автобиографические сведения, информации о снятых фильмах и рассуждениях о природе кино. Ивановцы увидят далеко не весь архив. Часть документов, в том числе черновик письма Брежневу, в настоящее время находится в Юревце. В родных краях кинорежиссера состоится еще одна презентация. Город Юревец, который находится в сложном экономическом положении, которому нужно развитие, он после возвращения архива, после того, как произошло, вот то, что произошло на аукционе СОЦБИ, а Юревцы узнали все. Конечно, это общий положительный фон развития области в целом, ее туристического потенциала. На презентацию архива Андрея Тарковского приехала сестра кинорежиссера Марина. Материалы книги в запечатленное время тронули ее сердце больше всего. Данная выставка организована не с целью продемонстрировать архив как таковой, а для того, чтобы пригласить искушенных зрителей к изучению наследия великого кинорежиссера. Любовь Почерник, Олег Милехин, РТВ Иваново.